добрый день дорогие коллеги я чуть чуть пораньше чтобы узнать от вас как видно и как слышно плюсиками отметьте если все хорошо видно и слышно отлично еще раз всем добрый день подождем еще минутку как подключиться и я начну а и да вот слышно плохо а если вот так так получше я постараюсь говорить погромче и помедленнее и так мы начинаем наш постоянные ставший уже постоянным вебинар 15 минут с ребенком в детском саду и дома хочу сказать что сегодняшняя тема нашего вебинара это азбуки азбука казалось бы такой избитый предмет но я посвятила наверное всю свою сознательную жизнь тому что собирала азбуки и даже вот взяла отобрала немножечко с собой что вам показать они бывают очень разные вот это например азбука которую значит которую екатерина великая странно она как-то показывает но это азбука вот написала для александра павловича своего внука и будущего императора александра это сказки про азбуку стихах людмилы петрушевской это вообще лесная азбука это еще вышедшие до перестройки книга до томина а бвгд и другие вот азбука театра у меня их было гораздо больше но это то что я нашла буквально за час до нашей с вами передачи а вот сегодня я вам покажу детские азбуки все вот те которые я вам показала это уже гораздо более для для гораздо более взрослого возраста а вот я хочу вам представить сегодня азбуки здесь отложила специально который издает мозаика синтез сегодня вам покажу три азбуки вот это сказочная азбука это моя первая азбука и и наконец азбука герои сказок то есть это вот три различные азбуки у мозаики синтез есть еще и другие похожие книги но вот каждый из этих азбук является не единственные в этой серии но например вот в этой серии есть еще книжечка счет и другие и остановлюсь я на этой азбуке чем потому что она предназначена где-то приблизительно для детей возраста 3 до 4 лет это не значит что дети более раннего возраста не могут ее смотреть как вы видите странички у книги достаточно толстые углы книги не опасные не травмирующие и в принципе как дети любят они с удовольствием и грызут такие книги и собственно говоря рассматривают и затрепывают их до дыр чем хороша это азбука посмотрите пожалуйста во первых меня тут не будет видно значит здесь очень крупные буквы что очень удобно они яркие по цвету и поэтому даже если конечно же ребенок сначала их не очень понимает но если родитель или воспитатель возьмется прочитать то что здесь есть а здесь есть очень много ну например буква да смотрит в небо из гнезда птица белая на а что здесь есть здесь есть значит зрительно привлекается внимание к букве вот так вот наверное будет поведение зрительно привлекается внимание к букве потом внимание к букве привлекается через загадку которую дети легко отгадывают потому что в самом изображении уже есть ответ на этот вопрос на 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 эту загадку что тоже очень удобно и наконец в самом тексте выделяется буква а все загадки построены таким образом что буква еще раз повторяется поэтому если вы с ребенком внимательно прочитаете загадку и дважды ребенок увидит букву это еще не знать что научиться читать сразу же да но во всяком случае а у него будет возможность у вас будет возможность обратить его внимание на различные буквы понятно что скорость усвоения букв у ребенка разное то есть у него появляются несколько любимых букв потому что ребенок выбирает и те буквы которые он любит вот а дальше вас ожидает сюрприз потому что вы открываете эту буковку и видите уже еще одно стихотворение уже изображение аиста целиком здесь написано слово аист и и добавок еще есть стихотворение которые можно почитать то есть таким образом вы получаете повторяете и сову птицу ребенка знакомить и с птицей и с загадкой про эту птицу и с ее изображением и с написанием и еще со стихотворением выбрал аист длинноногий старый тополь близ дороги на ветвях огромный дом строит птица день за днем и вот такие у нас фактически дана таким образом вся азбука значит как мы видим все буковки очень крупные и даны хорошие цвета которые дети запоминают животные даны не мифических цветов и не мифических размеров то есть они вполне сопоставимы с и мы что данным соответствующим масштабе о чем часто забывают многие родители и еще больше издатели когда дают розовых мышей фиолетовых слонов собственно для раннего возраста вот это такая замечательная азбука которая предназначена не только для того чтобы ребенок и и листал но предназначена для того чтобы родитель вместе с ребенком мог позаниматься и подготовить его в дальнейшем к чтению следующая азбука как я уже говорила это азбука сказок она для более взрослого возраста и она предназначена для людей и для детишек которые уже более-менее знают начертание букв это важно обратите внимание здесь уже совсем другая подача материала здесь буква а дана немножечко не в том не в стандартном виде да и то есть она дана в другой другим шрифтом не так как в предыдущей книге и вот дается герой сказки али-баба как вы видите здесь во всех все буквы а в названии сказки выделены поэтому на этом родитель может обра или воспитатель может обратить особое внимание чем хороша эта книга она позволяет взрослому и ребенку побеседовать здесь есть несколько вариантов использования во первых если вы хорошо рассказываете сказки то вы можете показать картинку и сами по картинке рассказать сказку потом вы можете попросить ребенка вместе с ним вдвоем рассказать эту сказку задавая наводящие вопросы потому что фактически все основное что в этой сказке есть она представлена на картинке вот например буква б до буратино вот мы видим действие происходит в театре буратино вышел на сцену и его окружают его друзья будущие да и собственно говоря можно расспросить ребенка о том что происходит на сцене кого он здесь узнает то есть фактически это очень хорошая подготовка ребенка к пересказу который у нас сегодня называют сторителлингом не знаю почему вот и строго говоря и вот волк и козлята и так далее здесь есть логичные фактически здесь есть все буквы которые имеются и здесь даже есть буквы на которые очень трудно найти сказку я вот сейчас вам покажу ну например и видите здесь использован мой дадыр во всяком случае как вы видите у нас 33 буквы алфавита и вы можете с каждой из этих букв познакомить ребенка понятно или например ю то есть чудо юда видите здесь выделено вот собственно говоря представлено чудо юда рыба кит фактически дает возможность различных вариантов но что здесь есть еще приятное здесь в конце книги есть стихотворная азбука то что позволяет ребенку очень хорошо усваивать азбучный порядок ну например а нашел в горах тайник б из дерева возник в мечтает съесть козлят то есть в каждая буква отсылает является загадкой к сказке то есть если у нас у нас начинается сказка сали бобы то вот а нашел в горах тайник да б из дерева возник буратино да и так далее можно эту стихотворную подсказку превратить в отдельную игру и поиграть с ней в нее с ребенком каким образом можно написать сделать бумажки с надписью куда вынести алфавит и поиграть чтобы ребенок узнавал по букве название сказки какую он сказку придумают на какие буквы то есть здесь вариантов ну и наконец есть еще такая азбука которая знакомит ребенка не только со сказками но которая проводит как бы дает предметы на соответствующие буквы здесь уже более привычное для нас и для ребенка написание букв во всяком случае это вот еще одна сказочная книжка сказочная азбука которая поможет вам поиграть устроить интересную интересные занятия с ребенком а главное полезное и наконец как бы продолжением той книги я хотела вам показать сказочную азбуку с наклейками у нас так получается что в общем дети любят наклейки но очень плохо обычно обращаются с такого рода книгами то есть они не используют их до конца и отчасти потому что не умеют но если вы посмотрите внимательно на эту книгу то вы увидите что здесь повторяются рисунки из предыдущей азбуки но книга еще и сопряжена буквы фактически похожего на чертания значит но эта картинка еще сопровождается и стихотворение стихотворение ну например сидя на дереве добрый Али видит разбойников шайку вдали камни и золото сказочный клад в горной пещере они сохранят фактически мы получили расширение предыдущей книги и тут введена введена еще одна игра то есть каждой картинке мы должны найти наклейку на букву А и вот мы переходим в центр книги где обычно всегда размещаются наклейки и пытаемся найти эту наклейку на букву А и вот мы ее находим здесь у нас получается что есть у нас антилопа апельсин и аист то есть три предмета вот антилопа апельсин и аист которые мы можем взять и наклеить любое место этой картинки фактически вот еще одно занятие на знакомство с буквами совершенно необязательно идти по алфавиту в данном случае это немножечко другая книга она ребенок здесь может выбрать ту букву которая ему больше нравится как я уже говорила дети любят буквы не одинаково поэтому нужно подсмотреть и отметить какие буквы им больше нравятся и работать начинать с этими буквами единственное правило здесь есть и очень важное которое я бы хотела на которое я хотела бы обратить ваше внимание что это не должно быть скучно как только вы замечаете что ребенок скучает нужно переключать его внимание а переключать его внимание можно на следующее вот например очень хорошо эти наклейки я проверила клеится на камушки дети любят играть в камушки и вот собственно если вы наберете наклеите наклейки не в саму книгу а на камушки то вы сможете потом в эти камушки играть и заниматься еще классификацией то есть например собрать сказочных героев собрать птиц собрать рыб собрать камушки с еще каким-либо изображением то есть во всяком случае тут все зависит от того насколько вы видите увлечен этим ребенок и насколько вы сами этим увлечены вот собственно на этом моя тема исчерпана если есть вопросы задавайте я отвечу вы можете воспользоваться этим промокодом и заказать какие-то книги я вот сегодня сейчас пока мы сидим все по домам иногда балую своих внуков и заказываю им одну две книжки и у них уже разнообразие в жизни так что удачи я смотрю вопросов нет до новых встреч всего хорошего спасибо спасибо за внимание до новых встреч до новых встреч до новых встреч